Доброе утро, дорогие мои садоводы! Погода уже позволяет заняться нашими с вами дачными делами. Давайте мы сегодня поговорим об одном замечательном растении, которое все используют для вертикального озеленения. Это, конечно же, клематис. Я надеюсь, что у вас такое растение есть. А если нет, то оно просто обязательно должно быть на вашем участке. Это потрясающая красота лиана, которая цветет в зависимости от группы обрезки, либо простыми, либо махровыми цветами, цветет волнами несколько раз за сезон, но даже если это однократное цветение, поверьте, это незабываемая красота, и мы с вами это увидим. А как же добиться такого хорошего, интенсивного цветения, и как весной поступить с нашими клематисами? Итак, кажется нам, что это будет огромный куст. А как он вырастет? А вырастет он вот из такого маленького. Посмотрите, какой у меня замечательный, красивый клематис. Вот этому клематису 4 года. Он уже вот такой хороший, мощный. Это сорт Вильдалеон. Группа обрезки у него третья. Обрезала я очень низко. Вы видите, вот до момента обрезки, вот у меня здесь первая обрезочка, вот до этой обрезки. Теперь весной я все это отгребала оторв, и у клематис начался хороший интенсивный рост. Что я сделала еще? Вот теперь мы вместе с вами посмотрим. Посмотрите, какие хорошие побеги. Если они сейчас между собой все запутаются, и будут вот таким комковатым, мочковатым кустом, то это будет не очень красиво. Значит, задача наша первая. Как справиться с клематисом? Это аккуратно расправить по опоре и по шпалере росточки, которые сейчас уже выросли. После того, как мы расправили, нужно подумать, как дальше будет расти наш клематис. Первое, что нужно сделать, подумать о том, как притянить ему корневую систему. Клеватис страдает от перегрева корневой системы, поэтому подумайте, чем вы будете притянять. В данном случае, вот сейчас у меня есть здесь растут пока тюльпаны. В дальнейшем, я в прошлом году делала это однолетниками, в этом году решила упростить себе задачу и посадить шиловидный флокс. Вот он такой маленький, розовый, такой еще трогательный, но в дальнейшем он разрастется, как почвопокровное растение, и будет очень хорошо себя чувствовать. Поэтому мне с притянением, как бы я свою задачу сделала, с притянением я справилась. Для того, чтобы клематис очень хорошо, интенсивно цвел, ему очень полезно подкормить, дать ему такое питание, которое называется известковое молочко. Как его сделать? Для этого мы с вами возьмем горстку доломитки, разведем ее в воде и прольем наш клематис. Для того, чтобы известковое молочко хорошо впиталось, предварительно мы с вами клематис порыхлим. Если у вас очень хорошая почва, то для этого нужно какой-нибудь тяпочка, матышка или вилка. Только помните одно правило. Корневая система у клематиса поверхностная, и для того, чтобы ее не зацепить, рыхлить нужно очень-очень неглубоко, но так, чтобы земля просто стала проницаемой. А в дальнейшем, в течение сезона, клематису потребуются хорошие, качественные подкормки, комплексным минеральным удобрением. Это может быть жидкое, может быть органическое, но никогда не пользуйтесь свежим навозом, он сразу приведет к гибели этого замечательного, красивого растения. Ну вот, мы с вами клематис порыхлили, подкормили, расправили по опоре, притянили ему корневую систему, сделали все для того, чтобы он комфортно чувствовал себя в нашем саду. И так будем радоваться цветению наших клематисов. А в следующий раз мы с вами увидим, как они цветут, такие замечательные, красивые лианы. Я желаю вам успехов, здоровья и, конечно же, хорошего настроения. Продолжение следует...